всем доброго времени суток приветствую вас на моем канале с вами я как всегда алексей ну и мы продолжаем читать бесконечное лето базовую версию идем мы на хорошую концовку сейчас одной из пионерок алисы вот так что всем кому это интересно и вообще всем кому интересна подобная новелла подписывайтесь ставьте лайки добавляйте в плейлисты мои видеоролики чтобы их не потерять чтобы они у вас были в вашей библиотеке на ю тубе вот нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые видео а если он у вас не активен под моими видео окажется колокольчик то просто заглядывайте на мой канал колокольчиком я увы ничего поделать не могу это видимо бак ютуба такой вот ну а я продолжаю вижу лайки 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 многие ставят и просмотров довольно таки много хотелось бы чтобы лайки не уступали просмотром подписывайтесь 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 на меня подписывайтесь конечно как же вы потом иначе будете знать вышло у меня новое видео линию не забывайте подписки но я продолжаю так продолжаем значит на чем мы остановились тут с вами с прошлого видеоролика семена значит пункте его попросила медсестра посидеть да за нее вот он сидит занимается не пойми чем так убивает так сказать время журналы всякий листает смотрит вот значит я посмотрел на часы время уже приближалась к вечеру журнал был прочитан вдоль и поперек а медсестра так и не возвращалась очень интересно да чужина так долго там где-то делает опа вдруг дверь распахнулась и в медпункт бежала алиса она пристально посмотрела на меня а ты что здесь делаешь сижу честно признался я ну ладно так даже лучше что медсестры нет пробромотала она заболела и хитро спросил я алиса не ответила и подошла ко мне подвинься зачем чтобы я ящик смогла открыть очевидно же зачем это она разозлилась тебе какое дело ну я тут вроде как исполняющие обязанности она задумалась да мне тогда активированный уголь живут болит да и хитро смехнулся на я почувствовал что что-то здесь не так но как же мы алиске да откажем а тем более по прохождению нужно и дать алисе угля дайте и угля нужно активированного а иначе не получится хорошая концовка даем но мало ли потом кстати мы посмотрим другой раз когда пойдем на другую пионерку там будет вариант выбора не давать угля ну и посмотрим как она будет не беспокойтесь все мы варианты опробуем со временем так мало ли вдруг правда что-то болит ладно ладно я полез в ящик и вытащил оттуда упаковку активированного угля спасибо она вырвала ее у меня из рук и убежала вот так вот до ужина оставалось минут 15 а медсестра все не возвращалась наверное вот так уходить не дело все же она меня попросила да и мало ли что случится когда я уйду хотя кому понадобится что-то отсюда воровать разве что алисе активированный уголь явных открыл журнал и принялся листать его по энному кругу но до восьмидесятых уже так не забавляла как вначале несколько раз на меня накатывала зевота на часах было уже шесть а значит уже начался конечно надо до конца нести службу и не покидать пост ни при каких обстоятельствах но у моего желудка похоже на этот счет существовало особое мнение я встал и уверенно направился к выходу за дверью послушался какой-то шорох неужели опять кто-то отравился сломал руку или все что похуже я тяжело вздохнул и дернул за ручку однако снаружи никого не было похоже просто показалось опа вы заметили чего-нибудь какие-нибудь изменения я заметил сразу кое-что в глаза бросилась я вернулся внутрь и тут же заметил что в медпункте что-то изменилось вот и 7 он это заметил а точнее на столе появилось яблоко так но откуда не могут же фрукты сами собой материализовываться из воздуха хотя в этом лагере возможно все скорее всего его кто-то просто сюда принес возможно ли она в качестве благодарности где она такая стеснительная и подождите как же она вот так прошла мимо меня не станет же лена лезть в окно в конце концов значит здесь что-то другое меня внезапно охватил страх а вдруг это яблоко отравлено хотя зачем идти на такие ухищрения когда я здесь совершенно беспомощен и убить меня можно гораздо проще или это яблоко которая вкусила его в саду эдема тогда мне точно не стоит его есть ту же секунду живот напомнил о себе предательский заурчав впрочем пока я закрою медпункт пока дойду до столовой пока возьму еду стенки желудка буквально прилипали к позвоночнику наверное ничего страшного я еще раз попытался вспомнить не лежала ли это яблоко здесь раньше в конце концов откуда-то она взялось может быть залетела в окно и действительно ставня была немного приоткрыта значит его все-таки кто-то сюда положил получается ничего страшного нет хотя есть или не есть вот в чем вопрос ну прохождение за хорошую концовку алисы нам надо яблоко съесть потом мы и второй вариант опробуем не сомневайтесь чувство голода все-таки взял у вверх я с аппетитом принялся грызть спелое зеленое яблоко на вкус оно казалось вполне обычным впрочем не думаю что даже самый сильный яд можно вот так почувствовать хотя что уже сейчас то говорить пора было выдвигаться на ужин а зачем яблоко трогал тогда если на ужин пошел где логика себя дочь ладно не будем это мусолить по дороге меня догнал электроник как поиски шурика все так же ты не ты не расстраивайся найдется он я попытался как-то подбодрить его уже столько времени прошло пойду искать дальше а как же уже это важнее глубокомысленно изреку на перекрестке наши дороги разошлись я пожелал ему удачи такс ну семен у нас пошел на ужин да мы как не жаль заканчиваем на эту серию но ничего страшного быть только четвертый день у нас заканчивается совенки а впереди еще три дня до еще три дня их же всего 7 неделя он уже последнюю неделю приехал семена так что так что так что если вам интересно чем все закончится какая же будет концовка с алисой что там будет подписывайтесь ставьте лайки заглядывайте ко мне на канал добавляйте мои видео к себе в плейлисты свою библиотеку в ю тубе чтобы их не потерять чтобы потом посмотреть если сейчас неохота скажем или другие дела у вас сейчас более важные но на этом я с вами прощаюсь до следующей серии всем пока